Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 13 февраля, и мы читаем книгу «Драгоценные истины» из греческого языка. Глава называется «Местонахождение зарытых сокровищ», помечена на карте буквой «Х». Когда мои сыновья были еще маленькими, им нравилось, когда я вместе с ними рисовал картинки. Чаще всего они просили меня нарисовать им пиратскую карту. Естественно, какая пиратская карта обходится без «Х», которым отмечает местонахождение зарытых где-то сокровищ. Сокровища отмечены буквой «Х». Во 2 Коринфянам 4 главе 7 стихе есть явные указания на местонахождение сокровищ. Это изумительный стих. Давайте его прочтем. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Заметьте, что пишет Павел в начале стиха. «Но сокровища это мы носим в глиняных сосудах». Эти слова апостола Павла сопровождаются изумлением. Апостол пишет «мы носим». В греческом это слово «эхомен». Это значит «удерживать, обладать чем-то». Павел пишет во множественном числе, указывая на себя, вас, меня и всех, кто знает Господа. Пишет «мы обладаем этим, оно у нас есть, оно наше». Мы носим это сокровище. Слово же «сокровище» на греческом «тезаурус» указывает на колоссальные, несметные, бессчетные сокровища, золото, всевозможные драгоценные камни. Слово «тезаурус» говорит о величайшем количестве всевозможных сокровищ. И вот самое изумительное. Сокровища таких размеров обычно хранились в сокровищницах. Например, в первой главе книги Исхода написано, что израильтяне построили для сокровищ целые города — Пифом и Рамсес. Эти города представляли собой сплошные сокровищницы и хранилища. При огромном количестве золота, драгоценных металлов и камней, изысканных украшений и ручной работы, все эти сокровища хранятся в отдельном помещении. Одно из любимейших моих мест на свете — это долина царей. В египетском Луксоре достаточно пересечь Нил и отправиться в горы, где скрывается долина царей. В этой долине захоронены египетские фараоны. Туристам позволено спускаться в некоторые из фараоновых гробниц, в которых в свое время хранились сокровища. Особенные сокровища. Их требовалось хранить очень глубоко под землей в особых сокровищницах. Сами же эти сокровищницы были великолепными. Не мудрено, ведь в них хранились сокровища. Когда же Павел пишет о Святом Духе, в вас и во мне, он изумлен. Когда Бог искал место для своих сокровищ, помните про букву «Х» на нужном месте. Посмотрите, что за место он нашел. Нас. А мы не лучшее хранилище, которым из нас еще предстоит как следует на собой поработать. У нас есть много изъянов. Павел же в крайнем изумлении пишет, «Только представьте, мы носим» на греческом «эхомен». Мы обладаем ими, мы храним их, эти сокровища, что на греческом «тезаурус». Богатейший запас и величайшие сокровища. И далее добавляет, в глиняных сосудах, глиняные сосуды в греческом «остракинус». Причина, по которой Павел использовал это слово в обращении к коринфянам, в том, что данным словом называли особый вид глиняных изделий. Которые изготавливались в Коринфе. Эти дешевые глиняные изделия были, пожалуй, в каждом доме. Дешевые, но красивые. Некачественные изделия. Их красиво окрашивали и продавали во всех уголках тогдашнего мира. Повторю, они были дешевыми. Если изделие разбивалось или разбивали, никто не сокрушался, ведь то были недорогие, низкокачественные, покрашенные глиняные изделия. Их можно было с легкостью купить или заменить. Вот таким словом апостол Павел описывает нас с вами, говоря о наших недостатках. Недостатках. И сколько бы краски на нас не наносили, макияжа или одежды, смойте макияж и снимите одежду. И вот она правда. Мы все те же несовершенные, слабые люди. Но все равно сокровища отмечены иксом по своей изумительной благодати. Бог усмотрел, чтобы мы стали хранилищем для Его невероятных, несметных сокровищ. Сокровища отмечены иксом. Речь идет о вас и обо мне. Вот как можно было бы перевести наш стих. Мы обладаем сокровищем, оно внутри нас. Мы не только им владеем, но наше хрупкое, жалкое, смертное тело является хранилищем этого величайшего, поразительно несметного Божьего сокровища. Посмотрите на себя в зеркало и скажите «Послушай-ка, сокровища отмечены иксом. Бог сокрыл свое величайшее сокровище, Святого Духа, внутри вас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова